Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня на канале Лес от Огород мы будем солить рыбку. Обычно таким посолом мы солим толстолобик, но в это воскресенье толстолобика не нашлось. Я купила два лещика, так что солим лещ. А за компанию с салом я засолю два лещика. Взяла вот таких на базаре маленькие. Я убрала вот здесь внутренности, убрала жабры и просто вот так засыплю солью. Чешую я не удаляла. Уделим внимание вот так голове и засыпем обильненько солью на сутки. И будет у нас вкусняшка. Лещик просаливался у нас сутки. Я его достану, в холодную воду отправлю. Сейчас почищу их от чешуи, нашу рыбку. Она уже просолена и будет очень легко чиститься. Вот я рыбку почистила от чешуи. Она, конечно же, соленовата. И сейчас мы её вымочим. Можно было от чешуи не чистить и просто подвесить её, провялись, сделать такую вяленую рыбку. Но мы хотим картошечки. Вымачивать я буду примерно час. Смотрите, режете кусочек, попробуйте. Если очень солёная, можно чуть подольше вымочить. Космос брысь! Рыбку я вымочила полтора часа, два раза меняла воду и затем вынула из водички. И сейчас мы приготовим вот такой соус. Я возьму одну столовую ложку приправы до рыбки. Здесь разные специи. Также одну чайную ложку перца. Ещё я возьму одну столовую ложку рыбного соуса. Добавлю одну столовую ложку винного уксуса. Одну столовую ложку растительного масла. И порежу лещика на кусочки, такие, какие вам нравятся. Я плавнички в этот раз не убирала. Нарезаю на кусочки рыбку. Добавлю к нашему маринаду ещё одну чайную ложку сахара песка. Такой у нас получился маринадик. И теперь каждый кусочек мы постараемся обмакнуть вот в этот маринад. Замаринуем нашу рыбку. Вот такая у нас получится рыбка вкусненькая. Всё накрою пищевой плёнкой и оставлю минимум на 3 часа, но можно на ночь и даже на сутки. И через двое суток она будет ещё вкуснее. Ну вот и всё. Отправляю в холодильник. Картопелька с рыбкой класс. Жаль, пивка не выстачает до лещика. Ну, уже здоровье не позволяет. Так это же до мундирки. Ну так вот до мундирки. Нема уже. Випил своё пиво досрочно. Ну пробуй. Толстолобика ты уже пробовал. Попробуй легче по всему рецепту. Сейчас так. Какой шмоточек выбрать. Ну вот такой, чтобы не найбільший, но и не найменший. Чтобы не жадный, но и не собственный образ. Так. Такая рыбка может и недельку, и две в холодильнике бить и по кусочкам брать, пробовать. Ну ты знаешь, лещик даже чуть-чуть лучше, чем тростолобик. Да, обычно мы привыкли к тараньку, там вяренный лещ, а такие жирненькие прям объедения. Так. Всё, хватит дразнить наших зрителей. Друзья, очень вкусно. Простая, хорошая, вкусная, здоровая еда. Всем желаем приготовить себе, иметь возможность приготовить, иметь физическое здоровье приготовить и физическое здоровье покушать. До свидания. До новых волнующих встреч. До свидания. А вот вы видите, у нас на столе ещё сало по-венгерски. И мы оставим обязательно ссылочку. Это мы солили параллельно с лещиком. Всего хорошего. Всего хорошего. Пока. Пока. И ещё, дорогие друзья, мы очень ценим то, что вы делитесь с нами своими радостями, своими историями, своими печалями. Ведь разделённая печаль – это пол печали, а разделённая радость – это двойная радость. Алексей из Харьковской области. Мы с нетерпением ждём ваших комментариев. Поправляйтесь. Всё для этого у вас есть. Забота и любовь ближних есть. Осталась только ваша сила воли. Так что, мерзайте! И мы передаём вам огромный привет из скорейшего выздоровления. И всем пожелания на прощание. Пускай душа не знает холода, как тёплый день, как сад цвету. Пусть будет сердце вечно молодо, добром встречая доброту. Будьте здоровы!